Приветствую подписчиков и гостей нашей страницы. Меня зовут Виолетта и сегодня я вместе с вами хочу начать такую небольшую рубрику, как результаты. Мы очень часто проводим марафоны по концепции здоровья, приглашаем вас на эти марафоны, и, наверное, пришло время начать делиться результатами, которые люди получают на этих марафонах. Проводим мы их поэтапно, то есть не всю сразу концепцию здоровья, которая состоит из четырех шагов, а поэтапно, для того, чтобы человек имел возможность поменять какие-то свои привычки, для того, чтобы он мог правильно пить программу, для того, чтобы он запомнил, как это проходить, потому что обычно люди к этому возвращаются. То есть это как культура к своему здоровью. Начинается это с первого шага. Первый шаг – это гидротация организма, то есть надо размыть свой организм, запустить правильно все процессы в организме. Второй шаг – это противопаразитарная программа. Третий шаг – это программа по очищению организма, это толстый, тонкий кишечник. И четвертый шаг – это очищение лимфы. Так вот, сегодня я хочу вам рассказать о результате, который очень часто встречается, когда человек начинает проходить концепцию здоровья. Это касается женщин и девушек, то есть речь пойдет о кисте яичников. И если сейчас далеко не углубляться в медицину, то можно просто понять, откуда берется эта киста. Это загрязнение организма. То есть когда организм закислен, когда организм загрязнен, накапливаются вот эти все шлаки, токсины, откуда они берутся. Это неправильный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание. И когда вот подходит определенный момент, то страдает вот самое-самое слабое звено. Ну, у женщин это женские органы. И обычно все начинается именно с яичников. Так вот, киста яичников – это загрязнение организма. Просто нужно почистить свой организм. И очень часто, даже еще не проходя все четыре шага, человек уже избавляется от этой проблемы. Еще раз. То есть первое – нужно размыть свой организм. Нужно запустить все процессы восстановления в организме. То есть это гидротация организма. Дать возможность организму, ну, клеткам организма правильно регенерировать. Второй шаг – это обязательно противопаразитарная программа. Третий шаг – это очищение организма. Так вот, уже после противопаразитарной программы и часто после очищения организма решается этот вопрос с кистой. Четвертый шаг остается – это лимфатическая очистка. И очень часто люди думают, ну, если я уже решил свою проблему, проходить ли мне дальше уже лимфоочистку, я вам рекомендую проходить. Потому что это тоже такая река жизни в нашем организме. И даже если проблема решена, то всегда, всегда будет очень полезно почистить лимфу. Лимфа вообще чистится на чистый кишечник. Поэтому раз уже дошли до третьего этапа, то всегда нужно проходить следующий, четвертый этап. Эти четыре этапа подходят для любого человека. Поэтому, конечно же, проблемы решаются не только эти. Но сегодня я хочу вам поделиться такой частой проблемой, которая всегда, всегда имеет результаты на прохождении этих программ. Если было полезно, отмечайте, задавайте вопросы. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...